Вчера вечером в центре Екатеринбурга из-за стычки двух авто пострадали два пешехода на тротуаре, в месте, которое претендует на звание Бойково, а крайними всякий раз оказываются здесь те, кто всего беззащитнее. В одиннадцатом часу, там где в улицу Малышева вливается Банковский переулок, стрикошетившая микролитражка сбила двух парней и въехала в цветочный магазин. Дэйв Матисс подъезжал со стороны 8 марта, и его 46-летний водитель намеревался как раз в переулок направо свернуть, но почему-то в крайний правый ряд перед этим не перестроился. Начал маневр из среднего, а справа – Опель, который никуда не поворачивал и, соответственно, стукнул, бросившийся ему на перерез Матисс. Тот выбросился на тротуар, и почти повторилась недавняя ситуация, когда субботним вечером, точно так же поворачивая с Малышева направо на Банковский, на тротуар выбросилась легковушка с молодежью внутри и завалила знак, который, в свою очередь, едва не завалил пару пешеходов, упав в сантиметрах от них. На этот раз, к сожалению, никаких едва и никаких считанных сантиметров, люди реально пострадали. Были сбиты двое молодых людей, а одного из них, 22-летнего, в итоге госпитализировали с диагнозом перелом лучевой кости и ушиб бедра. Также на этот раз не отделывался ролью свидетеля и цветочный магазин. Если в прошлый раз его камеры всего лишь сняли с нос столбовых знаков, то сейчас он все же стал пострадавшим участником дорожного конфликта. Поддержи новости Шеремета 9,5. Оформи спонсорство и купи мерч, перейдя по ссылке, во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой.